Всем привет, с вами Тед и мой обзор на Serious Sam 4. Это, собственно, шутер. Что еще сказать? Обычный шутер, куча мяса, куча расчлененки, все как обычно. Но самое главное, стоит ответить на вопрос, может ли этот Serious Sam понравиться тем, кто хотел поиграть в нечто более старое, олдскульное, в ощущениях старого Serious Sam 2, потому что для многих это игра как ностальгия. И, честно, я не буду вас томить, действительно может. Игруха классная, сразу же нас с самого начала пихает уже в замес. Мы видим новую систему, которую ребята презентовали, назвали ее Легион, что прям одновременно на поле боя может быть до тысячи единиц боевых прогружаться. То есть нас может быть буквально вот мы, пара солдатиков, и там 900 врагов против нас бежит. Это все очень-очень прикольно, на самом деле. Ну, смотрится прям бомба. Хотелось бы, конечно, отметить, что по моим субъективным, возможно, ощущениям, в старом Serious Sam во втором точно никаком, ни о каком просто сюжете речи вообще и не шло. То есть, по-моему, там просто врубаешь уровень и пошел месить. Здесь же у нас сюжет, какая-то история. Все это достаточно прикольно, и мне нравится, что все пропитано таком классным-классным юморком. Но, естественно, не без замесов. То есть игра сразу вас кидает в битву, вы сразу же начинаете уже изучать первых соперников, как с ними себя вести, как их побеждать. Потихоньку начинаете добывать новое оружие. Есть несколько уровней сложности. И, собственно, на что они влияют? На то, какой будет у вас множитель очков. То есть, по сути, игра — это набор каких-то уровней, которые вы проходите, зарабатываете как можно больше очков, которыми можно потом будет соревноваться, естественно, с друзьями. То есть, эта часть Сириус Сэма осталась, как и раньше. Огромное количество разнообразных врагов, как и раньше тоже. Потому что чем отличался раньше Сириус Сэм? Количеством различных просто мутантов, которые бежали вас и крушили. И этот Сириус Сэм точно такой же. То есть, здесь постоянно, постоянно какие-то новые монстры, мутанты на вас нападают. С ними надо находить новый общий язык, придумывать, как их победить. Они вас будут иногда ломать, крушить, окружать. Но я думаю, вы как серьезный Сэм сможете с ними точно справиться. Что еще мне понравилось? Мне очень понравился масштаб локаций. Они, если по ним, конечно же, погулять, не кажутся особо огромными. Но ребята постарались и смогли сделать так, что мы ощущаем себя просто одним-одним человечком посреди огромного города, наполненного мутантами, которые все лезут и пытаются нас убить. Это очень прикольно. То есть, все это, наверное, создано с помощью вот этих больших летающих кораблей, кучи домов. Действительно, над масштабом поработали круто. Эффект вот погружения в то, что мы один посреди толпы мутантов, просто колоссальный. Очень круто, очень интересно за счет этого играть. И на самом деле, я вам скажу так, я поиграл первые 30 минут и просто это было круто. То есть, я бы не сказал, что мне хоть один момент показался странным, непонятным и мне было играть неприятно. Поэтому игруха точно стоящая. Если вы ищете, какой бы себе шутер расслабиться, почилить вечерком под классную музыку, побегать, пострелять мутантов и различных других соперников, то это оно. Также, конечно, небольшая система прокачки была добавлена, что тоже разноображивает геймплей. Хотя, в целом, как можно разнообразить еще больше? Тут куча пушек, куча соперников, куча локаций. Все они достаточно разнообразные. То есть, вы видите, что есть и закрытые локации, и более открытые. И бывают замесы на крышах, там под крышами, вот в домах, повсюду. И повсюду чувствуется, на самом деле, масштаб. Масштаб вот этой вот войны с инопланетянами, с мутантами, которые захватывают город. Это прикольно, это круто, это весело. То есть, я, на самом деле, если честно, боялся. Боялся, что этот Сириус М окажется какой-то слишком современно новый, из кучи каких-то наворотов, непонятных функций, механик. Но нет. Наверное, из свежего здесь добавили буквально только то, что с вами бегают ваши соратники. Что, конечно же, помогает иногда проходить миссии. То есть, они окрят на себя врагов, они помогают вам стрелять. Но все равно, особенно на высоких сложностях, вы ответственны сами за себя. И лишь от вас зависит успех миссии. Поэтому я смело рекомендую вам поиграть в Сириус М, если вы хотите поностальгировать, либо просто хотите поиграть в классный современный шутер. С вами был Тед. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok